Всем привет, с вами Иронимус и мы продолжаем летсплее по игре Mount the Blade Warband. Как бы то ни было, продолжаем мы ровно с того же места, где закончили в прошлый раз, 5 дней назад, а именно с шпионской миссией. И, несмотря на то, что у нас здесь 42 человека, из которых только половина боеспособна, уже больше половины, это все равно не мешает нам проникнуть во вражеский город и выполнить шпионское задание. Честно говоря, заданиями я этим начал заниматься только с предыдущим своим хардкорным персонажем, то есть я не знаю, как просто их выполнить на 15% сложности, которые я, кстати говоря, не установил. Да, черт, перевод 15%, хорошо, что я не успел сохраниться. Теперь давайте посмотрим. А нет, 129, 343 в секунду. Ну вот, лиха подальше я не стал тупо менять уровень сложности, а загрузилось заново. При этом я сбил таймер, так что я не знаю, сколько времени прошло, но в любом случае сейчас я сохранюсь и посмотрим, что у нас выйдет. Попытаться проникнуться. Вот сейчас, на самом деле, практически безнадежное сражение, потому что, кажется, против пяти человек в одежде пилигрима, а это какие-то лохмотья плюс посох, плюс сметательные ножи, и вот когда все угнет. Как мы, как мы, как мы! И один удар. Да. Не будет у нас армии. Хотя это, конечно, армия у нас будет. Вот, мы проникнули внутрь, и попробуем сначала посетить таверну. Вот, наемный рыцарь. Отлично. К сожалению, мало денег, хотя мы можем все это продать. Вот, интересно. По тысяче динаров за мой счет, да? То есть, понять известность в городе, заказать всем по выпивке за мой счет. Заказывать какой-то неизвестный пилигрим. Каким образом поднимается отношение жителей города к моему герою? Это интересно. Почему тавернщик, трактирщик знает, кто я такой, а стража не знает? Эх, да. Опять, мир, кажется, до сих пор не с нами, хотя я не знаю, наверняка. Но мне так кажется, что у нас 10,5-10,2-17. Ну, сойдет пока до начала. У нас всего полторы тысячи динаров. Для того, чтобы найти этого человека, нужно погулять по улицам. Причем, как я понимаю, он еще и по ночам там бывает. Я не помню, вроде сейчас ночь или день. В общем, сейчас посмотрим. А, день. Значит, проблем быть не должно. Как я понимаю, наш связной должен стоять на одном месте. Так что проблем особо воздикнуть не должно. Не должно. Привет. Да, конечно. Таверна. Вот это все торговцы с ними, можно поговорить прямо отсюда. В Сыночной площади. Какой-то вот угрыш, что ли, роли. Ага, вот, видимо, если... А, или это охранники... А, это тюрьма. Три раза сказал, ах... Это просто охранники. Ясно. А, это уже охранники какие-то другие, видимо. Это в темницу. Кто в заключении. Сейчас там нет. Сейчас там нет. А в замок? И в замок затеринься. Ха-ха-ха. Все правильно сделал. С лордом поговорить, конечно же, нельзя. Интересно, то, что от него воняет, это как это... Издержки образа, или он всегда в таком состоянии. Просто когда он в дорогих одеждах, это предпочитают, не замечать. Любопытно. Еще любопытно, Геннадж Связной. Он вообще здесь? Да, здесь. Шпион, шпион. О, табунчик. Табунчик. Цены, погода, война. Нет. Не то, не то. Уже 18-я серия, я все хоть не страдаю. Я сегодня уже пытался снять пару видео, кстати говоря. Так как у меня два проекта задействованы, я хотел начать. И еще три. И все-таки. Еще три проекта. И у меня ничего не получилось, потому что игры, по которым я хотел сделать лордом, были весьма медитативные. А когда я писал видео, у меня постоянно прервали телефонные звонки. Я постоянно умирал там. И вообще вышло крайне неудачно. Но что-то мне не везет на этого шпиона сейчас. Если его сейчас здесь не будет, я попробую найти его вне видео. А его здесь и нет. Странно, мы обошли вроде все уголки. Может быть он за пределами? За городской стеной. Ух ты, сундук. А, или нет. Человек движется. Ай, извините. Пытается двигаться, по крайней мере. А, можно же каждому говорить. Ммм, точно. Знакомый моего друга. Ну вот, да, я тупил. Просто так шпион, разумеется, мы не найдем. Нужно с ними говорить вот так. Знакомый моего друга говорил. Знакомый моего друга прислал. Шкаф ночи. Да, романтика. Та-ля-ля-ля-ля. Не забыть пароль. Ага, вот и шпион. Она ждала нас. Он же действительно. Какое шпионское мастерство. Вроде женщина. А, нет. Ждал. Странно. Ладно, в любом случае, Баэль, я надеюсь, не успел ускакать. Слишком уж далеко. Хотя, я не знаю, куда он вообще двигался. Здесь нам опасно гулять, потому что... Слишком много брошетных лордов, а мы, как видите, не совсем в кондиции. Точнее, совсем не в кондиции для таких сражений. О, свады. Блядь. Блядь. Куда он отправляется? Лайфу болтаем. О, король. Можно и сказать, как с королем был глупо болтать. Блядь. А, да не проблема, чувак. Ну, вообще говоря, я хотел спросить, куда он направляется. За уничтожение лога у бандитов дает большое количество золота и опыта. Так что, в принципе, это клевая вещь. Что вы здесь делаете вообще? А-а-а. У-у-у. Ясно, чувак. Трудно вам приходится. Я, насколько помню, кто-то что-то захватил. А, замок. Ну, замок вроде... А, нет. Да-а-а. Не просто, не просто вам. Да. Просто, честно говоря, мне трудно... Делать велосиплей по магике, потому что она становится уже какой-то совсем непростой. А я как-то... Не хочу делать из-за снятия как-то... В общем, из видео я не хочу делать работу с собой. А как развлечение это не очень подходит. Я четвертую-то главу. Если бы была четвертая глава. Или это была пятая глава. В общем, я прошел не так-то просто. Угу. А кому... А, Хавил. Махабхарата, а не Махабхарата, как я сказал вчера. Вспомнил, посмотрел. Вау, какие отличные отношения у нас с ним. И еще лучше у нас с ним отношения. Лучненький хиргит, три человека. Так, извини, чувак. У нас с тобой хорошие отношения. Да, ничем не могу помочь. Не-не-не, не то. Чего вы делаете? Ясно. Как дела на войне? А-а-а, мы побеждаем. Представьте себе, мы побеждаем в войне. Это уже что-то новенькое. Дезертируем. Стрел киргит. 6-2, 6-6. Нет, все-таки любого она покруче будет, конечно, на всех отношениях. Хотя, вообще говоря, можно было бы пойти пограбить корованы. Где они облетаются. Границы. Границы пошерстить. Можно попробовать. Я чувствую, что через пару серий у меня будет уже просто-напросто нечего говорить. Поэтому, если снимать видео постоянно, то... Да. Никуда я сегодня не поехал. Хотя, хотел проснуться в 10 и сделать как можно больше видео. Проснулся в итоге в полдвенадцатого. Видео начал писать в 2 часа дня. Да. На каникулах все так лениво. Вы, наверное, себе представляете. Нет, здесь ничего нет. Нам нужны корованы. Итак. За двадцать восемь неплохо. Родоки. Родоки. Отличный чувак. Значит, что... Можно заявиться к родокам и посмотреть у них, что насчет там... Караванов. Хиргидских. Да, я так и сделаю. Я так и сделаю. Опять безидейная серия. Единственное спасение то, что их много, таких серий. В смысле... Тут как бы я беру не качеством, а количеством. Деньги, деньги, деньги. Битвы не было давно. Падает боевой дух. Он, конечно, высокий. Но не очень высокий. О. Окей. Двадцать шесть. Я надеюсь, он не успеет запишать в Коиси Вород. Сохранимся на всякий случай. Да черт бы вас подрал. Не смей даже меня тут пытаться догнать. Я все делаю неправильно. Нет, не буду сейчас сохраняться. Кто знает. Ну, конечно, блин. Присоединиться к битвенной стороне врага. Конечно, как же иначе. Другому нехать нельзя. А теперь если... Да черт побери. Одна фигня какая-то получается. У него лицо изменилось. Прикольно. Что же, вот сейчас можно попробовать напасть. Можно попробовать. Но я это сделаю в следующей серии. А пока... Всем пока. Пока.